добрый день нам нужно закончить 10 блок 10 десяток 100 видео сегодня я понял вот видите я сейчас в лесу я в очередной раз убедился что чем дальше в лес тем больше дров чем дальше мы продвигаемся тем больше нам нужно еще сказать поэтому я наверное не буду пытаться охватить все объять необъятное как у нас пошла речь об изречениях я вспомню я вспомнил два изречения из древней греции опять же по моему оба они принадлежат платону но скорее всего тем у кого он учился сократу и тем кто был до него первое из них имеет непосредственно отношение к нашему курсу и она говорит следующее знает тот кто может научить другого знает тот кто может научить другого но научить наверное тоже знает значит сделать знающим то есть сделать таким же как сам его учитель то есть опять-таки способным научить другого знающий тот кто может научить он может научить тому как стать знающим то есть способным научить то есть реально может называться учителем только тот в соответствии с этим изречением кто может другого человека сделать учителем а тот в свою очередь будучи учителем тоже сможет другого сделать учителем этот уже третий человек сможет четвертого сделать учителем и вот так вот поколение за поколением учеников и учителей будет передаваться это знание о том как стать знающим человеком как стать образованным человеком то есть по сути дела образованным человеком можно назвать того кто не только сам по себе образованный да но и другого может сделать образованным и в общем то так оно и есть так оно и происходит в семье семья состоит из старших поколений младших поколений старшие поколения учат младшие поколения а потом младшие поколения вырастает и само становится старшим и учат тех кто придет за ними и так знание о том как жить как быть она передается из поколения в поколение тысячи лет ну если все идет правильно конечно вы кстати заметили наверно да что что род человеческий устроен тоже по по принципу дерево что от предков отходит отходят потомки ну собственно родословное дерево и и рисуется в виде дерева да у нас даже есть такое название родословное дерево то есть вот люди как бы как бы веточки расходятся от ствола от родоначальника их рода от родоначальников а мы как бы с вами это маленькие листочки на краю дерева вот то есть не только информация устроена по принципу дерева но и человеческий род устроен по принципу дерева а второе из речения которое мне хотелось бы сегодня поговорить это слова платона о том что кто хочет чтобы плоды его трудов жили долго столетиями тысячелетиями тот не должен заниматься выращиванием овощей или строительством домов хотя некоторые здания и долго стоят но кто хочет чтобы плоды его трудов жили и приносили пользу тысячелетиями тот должен заниматься воспитанием людей мне сказал это один один работник сфере воспитания конечно многие слышали это но мало кто принял это близко к сердцу и вы сейчас видите что эти два из речения они очень сильно взаимосвязаны друг с другом знает тот кто может научить другого и если вы хотите чтобы плоды ваших трудов жили тысячелетия да то вы должны заниматься воспитанием людей вот такой вот перед передать вот такая вот передачи знаний из поколения в поколение от одного учителя ученику а потом ученик становится сам учителем вот в чем собственно вот в чем одна из целей образования мы должны растить не только не просто людей а людей способных научить других то есть передать это знание своим детям передать это знание дальше эх я обещал что не буду снимать слишком длинных видео но вот это видео получилось длинным длиннее даже чем чем то в котором я обещал не снимать длинных видео что поделаешь давайте уж тянуть до конца давайте уж договаривать до конца еще раз напомню вам о смерти все мы умираем нам приходится знание передавать из поколения в поколение и старшее поколение уходит эти знания потеряются если мы не передадим их и вот самое важное знание конечно как мы говорили это знание того что такое человек и каким он должен быть и как таким стать познай самого себя и как весь мир связан с человеком как весь этот мир как всем этим миром человеку управлять ну потому что никто кроме человека этим заниматься собственно не будет материальном мире мы не видим пока что никаких других разумных существ кроме человека а чтобы управлять нужно знать цель а цель может поставить разумное существо это видео конечно длинновато ну что поделаешь что поделаешь у меня не получается поставить точку в этом десятом десятке наверное здесь придется поставить многоточие сказать что конечно курс нас далеко не закончен нам еще очень очень много придется пройти это был только небольшой первый шаг вот эти 100 видео это был небольшой первый шаг так сказать мы шагнули через порог шагнули через порожек перешагнули через некоторые предрассудки которые мешали нам двинуться вперед и вот мы вышли на дорогу ну это сзади а впереди еще гораздо больше гораздо больше нужно пройти чем мы уже сделали чем мы уже прошли ну и хорошо ну и хорошо это же прекрасно не знаю успеем мы или нет в любом случае я думаю что вместе со мной не умрет знание даже если как я сказал я внезапно окажусь на кладбище я думаю что найдутся люди которые знают гораздо больше чем я и всему вас научат если вы будете таких людей искать и их слушать и читать вот ну основное направление мне кажется в этом первом шаге нам удалось указать основное направление